Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил привести в порядок могилы, которые повредил ветер. Замята где-то оградка, памятник разрушен или еще что-то. Сделать ревизию и там, где у нас малоимущие, остался один старик или бабушка одинокая. Не сможет она ни оградку поправить, ничего. Поэтому сделать ревизию, оказать помощь, привести в порядок. Не просто дерево убрать с могилы, а если замята, то представляете, с каким-то настроением человек придет, а там у него все разворочено. Помимо расчистки могил, озаботилась мэрия и расписанием общественного транспорта. Накануне Радоницы его работу, как всегда, усилили. По маршрутам в направлении городских кладбищ выделили дополнительные автобусы. Они уже курсируют с 11 мая и будут ездить по такому расписанию и в родительский день. В родительский день во вторник четырех автобусов с сообщением филармония, элеватор, улица Гагарина и далее по пути следования маршрута 56 в направлении микрорайона Стеклозавод с движением до кладбища. Микрорайон Стеклозавод. Кроме этого, будет усилено на данном направлении движение автобусов по маршрутам 17, 27, номер 100. Посадка-высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах городского кладбища без заезда непосредственно ко входу в кладбище, учитывая ограниченность парковочного пространства. На направлении кладбища Южное, которое у нас расширяется, как и в прошлом году, будет организовано движение пяти автобусов, пасс в центральной части города, с филармонией также. Ну а по остальным направлениям всего у нас 9 городских кладбищ. У нас действует порядка 15 маршрутов, их работа будет поставлена на контроль, усилена. Движение общественного транспорта можно узнать по телефону горячей линии 45 45 53, а также с помощью мобильного приложения Тугис. Мария Латышева, Евгений Павлов, Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok